Дорогие друзья, у нас есть повод, и этот повод достаточно печальный, потому что сегодня 180 лет, как погиб от пули Дантеса Александр Сергеевич Пушкин. Сегодня всей страной будут читать «Онегина». Да, в начале января в интернете стартовала уникальная акция «Читаем Онегина». И прочесть этот роман могли все желающие. Интернет-портал «Год литературы» — это специальный проект российской газеты. И Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина организовали этот проект. И вот о том, кто принимал в нем участие, кто прочитал «Онегина от А до Я», мы сегодня узнаем у наших гостей. Ирина Ашуркова, редактор проектов российской газеты в Екатеринбурге. Доброе утро, Ирина. Доброе утро, очень приятно. И все-таки, как собиралась эта видеокнига, сколько работ прислали? Расскажите нам, очень интересно. Конечно, проект длился почти месяц, с 4 января по 1 февраля. Да, портал принимал видеоролики от всех желающих. Могли поучаствовать, ну вот все, кто захотел, независимо от возраста, роста социального положения, местонахождения. То есть люди просто записывали себя на телефон, на аппарат? Не обязательно было профессиональную камеру, можно было снять себя или друзей на смартфон, прочитать там 10-15 секундный отрывочек, либо на несколько минут присылали ролики. То есть креативу не было предела. А в итоге в редакцию портала поступило более тысячи видеосюжетиков. Понятно, что по техническим причинам все они войти в итоговый вариант аудиокниги не могут, поэтому жюри выбрало 217 роликов, наиболее удачных по их мнению, и в итоге получилась книга на 5 часов длительностью. У нас есть небольшой пример, у нас есть небольшой пример, и мы готовы показать его нашим зрителям. Друзья мои, обратите внимание на экран, вот так читали, Олегин. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Все узнали, это легендарное, можно сказать, начало, начало романа Евгения Онегина. Кто еще из публичных людей принимал участие в записи этой видеокниги? Вы знаете, традиционно очень хорошо отзываются артисты, музыканты, то есть это и Сергей Безруков, и Дмитрий Дюжев, и Юлия Пересильд, из музыкантов Диана Арбенина читала Онегина, Дельфин. Из наших знаменитых местных людей это был композитор Александр Пантыкин, и драматург Николай Коляда. И в числе всех этих знаменитостей были и простые люди, ну, если можно так сказать. Конечно, было очень много детей, подростков, студентов. А у нас из Свердловской области много участников? Вы знаете, точное количество сложно посчитать, по той простой причине, что не все задумывались о том, что нужно указать место, откуда они отправили ролик. Но вот из тех, кого нам удалось установить, наиболее активными были екатеринбуржцы, жители Ирбита, Новоуральска, Верхние Салды, очень обаятельные молодые люди. Как гордость меня сейчас обратилась. Скажите, Ирина, а вообще ареал всех роликов каков? Это только Россия или... Нет. Что касается России, то поучаствовали 33 региона, но для нас было очень приятно и даже неожиданно, что 23 страны поучаствовало в проекте российской газеты. Это практически весь мир. США, почти вся Европа, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Азия, Япония, Корея, Китай. Ну, Ирина, мы знаем, что проект вышел не только за рамки нашей страны, но и за рамки планеты, друзья. Давайте посмотрим небольшой отрывок, как читают Евгения Онигина в космосе. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить. Не мог он, Ямба и Хорея, как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита. Красиво, да? Как красиво, действительно. Соль, а ты можешь сейчас вот что-то накидать? Вот ты меня сейчас опорофинить решил, да? Почему? В Свердловской области. Я вас пишу, чего же более, что я еще могу сказать. Ну, все. Ирина. Терезная ваша, не презрение. Расскажите, как до космонавтов весь дошла, что можно прочитать Онигина? Ну, технически это было не очень сложно. Российская газета обратилась в Роскосмос с предложением поучаствовать. И наши космонавты в первых рядах согласились. Единственная, наверное, была сложность в том, что Сергей Рыжиков забыл с собой взять Томик Пушкина, поэтому ему пришлось читать наизусть. У него тоже советское классическое образование. И все помнят Онигина почти наизусть. Ну, я думаю, что наши зрители сейчас заинтересовались, где, когда, во сколько они смогут уже наконец-то посмотреть эту видеокнигу Евгения Онигина. Сегодня вариант появится на портале «Год литературы». А торжественное мероприятие будет в час дня по Москве в Государственном музее Пушкина. Собственно, прямую трансляцию тоже можно посмотреть. Ну, и также на сайтах пушкинских музеев все это будет. А потом можно все пять часов прослушать? Конечно. Я думаю, что в библиотеке подключиться можно будет записывать любой библиотеки. Мы еще знаем, что будут выбирать лучшего чтеца, если можно так сказать. Что это будет? Как будет проходить голосование? Голосование продлится еще неделю, до 17 февраля. Можно зайти на портал и отметить лайком даже не один ролик, а несколько понравившихся. А что получит победитель? О, это интересные подарки от нашего технического партнера Samsung Electronics. Это современные гаджеты, смартфоны и планшеты. Серьезно? Да, всего победителей будет 10. Это 7 счастливчиков, которые наберут наибольшее количество голосов на портале, а также трое которых выберет жюри. То есть один победитель от российской газеты, от музея пушкинского и от технического партнера. И напомним еще раз, всего было 250 участников, да? Всего было больше тысячи, но мы только по книгу 218. Завершен серьезный очень проект, читаем Пушкина. Есть планы что-то? Может быть, Лермонтов, Блок? Я думаю, что обязательно. Мои пушкины. Спасибо вам большое. Друзья, у нас в гостях была Ирина Ашуркова, редактор проектов российской газеты в Екатеринбурге. Рассказала нам о том, когда же наконец-то мы сможем с вами не только прочитать, не только услышать, но и увидеть, как читают Евгения Онегина. Друзья, мы сейчас продолжим с другими культурными событиями. Впереди наша рубрика «Афиша». Оставайтесь с нами.